друзья здравствуйте мы с вами снова в икее нижний новгород и назрела необходимость показать вам новинки все эти товары которые поступили в магазина с конца сентября до конца октября то есть грубо за месяц и первая новинка это мой любимый диван аскеста мы вам его показывали в ростове в желтом цвете сейчас он появился в классном спокойном жемчужно-сером цвете но желтый конечно яркий такой кричащий интересный но не все позволили могут себе позволить взять его в интерьер я думаю серый будет продаваться более активно чем желтый по ткани конфигурации все то же самое то есть более подробно и про него можно посмотреть в обзоре икеи ростов сразу же на этом диване стоят две классных новинки мне очень понравился вот этот чехол на подушку соль тюльпан в общем запомнили слова тюльпан и через поиск его ищем единственное что это искусственный мех мех и он очень оставляет ворсинки то есть вот рядом синий горле дим видно что это все вот в шерстях вообще вот так вот он подлезает и если что-то рядом такое вот темненькая все мусоренки заметны но чехольчик такой вот зимний до такой вот комфортный комфортный 1000 рублей стоит чехол кстати на диване вот эти мусоренки есть но за счет того что обивка переходом от светло-серого с вкраплением более от серого с вкраплением светло-серого мусоренки вот эти не видно и вот такая вот появилась но из я должна персиковая розовая приглушенный оранжевый вот такая санэлла цвет называется светло-коричнево-красный санэлла я люблю у нас коричневые шторы санэлла живут и здравствует 5 ой 5-6 по 6 год уже вот так что здесь показали вроде больше ничего нового не вижу бежим дальше далеко ходить даже не надо новинки на каждом шагу попадаются вот такие вот новые шкуры появились цена 2 500 может быть и вот так разложить это шкура овечки покрашены в розовый цвет такая вот возникла идея у икеи есть еще темно-синий ярко-синий мы тоже покажем когда до нее дойдем тепло очень хорошо стелить в машину зимой дальше вот такие вот мисочки тоже новинкам ну по крайней мере мне они не попадались я помню что мы их еще не снимали спор до диск 200 рублей некой поливо-шпатный фарфор ну отсюда такой ценник очень похожи с икеи 365 только с вкраплениями помимо того что появилась куча новых позиций обновили еще и интерьера вот такой вот коричнево-желтый серый интерьер интересный а в нем в тему светильники оторскен молочное стекло лук стекло подвес подвес у нас стальной латун очень напоминает производство саранского электролампового завода дадим и вот такой вот подвесной светильник с тремя лампами 8000 то есть точно а нет форма другая там такое серде на клубни на клубничку больше похоже а здесь такой скошенный овал какие-то такие элементы знакомые советские вроде смотрю новинок как таковых нет просто по-другому все расставлено а подносы появились новые интересные подносы не дешевые из массива манго вот такой вот подносик 600 рублей ну две чашки даже вот например две миски уже ровно не умещаются то есть это просто две чашечки либо вот такой за 1200 уже большой круглый с небольшими выступами мне нравится как эксплуатируется манго дощечка кофессионера дома живет но живет она больше для сервировки кстати заодно давай покажем кто-то из клиентов просил просто потом ссылку на видео скину сочетание темных-темных фасадов с темно-серой столешницей и здесь все таки оттенок за счет желтых ручек более красиво получается вот сюда спрятанная вытяжка мы в отделе диванов самая новейшая новинка клепан который продается много-много лет он на самом деле пропадал ассортимент а здесь просто сменили дозвание ну и название сменили артикульный номер теперь это эко кожа в коже клепанов нет 20 тысяч это кстати тот же бунстат которым покрыты поинги и которым похоже покрыт фрихтон иногда возникают вспочивание и облазит но у наших клиентов пока не было но в общей сложности в сети такая инфа гуляет а вот такие вот чехлы на подушку тоже радужный переход помните мы розовый такие снимали а это от фиолетового в мяту интересный переход цветовой где крупным планом видно так не отключайся в диванах еще есть новинки ну что друзья мои и киа россии потихоньку наверно начинает слышать своих покупателей и к дивану а с тесто в половину стоимости как раз дивана появились кресла стоит 17 тысяч что в сером что в желтом цвете конфигурации как у дивана давайте сейчас разложу чтоб понимание было даже мне мне самой интересно что там внутри получается просто снимается один блок подушки здесь слой пенополиуретана кстати даже без дополнительного чехла имейте ввиду это будет ну как бы желтеть на функционал никак не влияет одна липучка ну и все здесь пружина видно не будет не задирать здесь пружина здесь фанерка нет кресло смотрится хорошо но с учетом того что диван стоит тридцать шесть а кресло стоит 17 и при этом она не раскладывается я считаю дорогу просто как обычно ставит да то есть полдив пол стоимости дивана так вот так присниму рюкзак а то ворчите на меня что с рюкзаки сижу ну удобно а единственное что похрапеть мужикам в кресле не получится то есть не хватает вот откинуться не хватает вот все-таки у самого дивана есть регулировка да что можно пола вот так вот развалиться здесь получается чтобы с комфортом сидеть то вот вот такая поза очень быстро вы затекать шея вроде бы и удобно ну но дома хочется вот комфорта как в страдмоне вот так развалится здесь вот это мне не хватает то есть у меня вот голова куда-то запрокидывается так пытливым взглядом еще посмотрим по углам что у нас есть лангскруна тоже кстати стоит даже дороже чем пол дивана двухместный диван стоит 36 тысяч мы как раз ведем сейчас такой заказ это с учетом ножек у него ножки только у ножки только у этой серии вот такие красивые не в общем есть деревянные ножки подешевле есть латунные хотя нет ребят я ссори сегодня подтупливаю лангскруна ножки что дерево что металл стоит одинаково 2000 стоит комплект мягенько помягче чем вот здесь здесь просто жестенько а здесь прям вот мягенько-мягенько ну тоже вот куда-то ну как-то я вот таких картышей кресел не понимаю не хватает развалил комфортасти не хватает сидеть например читать здесь вот здесь жесткая вот эта часть прям деревяшка упирается в бок как то как зона ожидания вот такое вот ощущение хочется повыше хотя у самих диванов точно такая же высота ну дизайнерами не насколько в чем нам удобнее будет сидеть давайте смотреть что внутри во первых сразу замки все скрытые то есть у более дорогих моделек почему-то это делают но не всегда удобно я вот например боюсь честно сломать ногти открывая это дело принцип действует точно такой же сейчас попробую все-таки докопаться до замка смогла я смогла открыть ага вот он хвостик который прячется застегнуть то получится расстегнуть по моему шиш потому что здесь тоже слой пены в обмоточке и короче все это застревает в замок прям вот застрявшие застрявшие сразу скажу у нас в городе данный сегмент диваны заказывать но очень редко раз в месяц от силы а то и реже я статистику продаж веду вот таким вот редким как я говорю редким позициям вот как тот аскестов произвела впечатление похуже чем то есть вот тактильное ощущение похуже чем визуально потому что вот когда на диван садишься на нем удобно прям вот удобно удобно здесь вот этого чувства нет регулировки ну да я наивно чукотская девушка никаких регулировок нету печаль пойдем полки высокие потолочный модуль лак появился в цвете беленый дуб черно-коричневый уже был давно белый вообще сто лет продается когда-то был еще и красный такие яркие цвета пока вот используем то что есть но интересная штучка часто ее берут возле кровати то есть когда остается маленький промежуток уже не тумбочку ничего не поставишь просто пускают вверх до потолка и здесь место для хранения и удобные полочки мне она нравится 1 2 3 4 5 6 7 ну фактически по деньгам конечно будет выгоднее если повесить просто маленькие но лаконичнее смотрится когда вот с этой большой задней панелькой друзья в нижнем новгороде обновление анечку выселили из корпоративного отдела и сделали ей вот такую дизайн студии но я как понимаю здесь работать будет не один специалист судя по рабочим местам а сразу три и пойдем покажем сразу ценники личный консультант продолжительность 2 часа за 600 рублей кстати недорого да планирование интерьера квадраты ценник услуга представляете на платной основе это просто планирование интерьера то есть расставить мебель составить просто составить проекты и составить список покупок а если вам нужен дизайн интерьера уже что поставить куда поставить как поставить ценник уже другой то есть допустим вот за трешку да грубо возьму 23 тысячи просто список покупок составить за трешку 9 тысяч блин не бюджетные считаю необходим раз поставили значит есть необходимость в этом в отделе в отделе школьной офисной мебели сейчас дима покажет просто так вот камерой мазнет наш скудный ассортимент стульев а то на нас слегка наезжали на тему что мы так вот турцию облизали ребят ну блин мы не облизываем а показываем вот 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 оно есть вот по другому никак значит новые подставки дряньонс раньше были подобный документ и причем смотрите что я наш мне кажется мы как-то уже нет хотя нет новинка была другая разные вора разной толщины один пошире другой поуже получается если мне надо два устки мне нужно купить два набора вообще о смотри-ка у нас вот появилась вот они у нас появились не успели мы вернуться они у нас уже есть дима ну что цена маркуса а маркус куда у нас вовсе есть уже черный маркус в общем друзья мои у нас потихоньку появляется тоже ну честно радует а вот и конференции у нас появились потихоньку ребята ура у нас наконец-то расширяется ассортимент и меня просили посидеть в конференц-стуле сейчас мы вот выйдем вот так спину держит хорошо даже несмотря на то что это плотный булк ну как бы да это массив нет ощущения что вот тебе что-то впивается спрашивают такие кресла угол финансы позволяют детям то есть как школьные его же можно с колесиками можно без колесиками взять ну вполне мы как-то уже я сидела на нем но мы по-моему это видео просто для клиента снимали не пуская в сеть так ну и вот друган тоже появился одгер литой единственный просед который вот на данный момент есть в икее россии по рабочим стульям ребят ну нету такого вот сегмента 3-4 тысячи если учитывать доходы да такие средние не все могут позволить кресла за 12-15 тысяч ну вот это 7 получается то есть мягкие кресла у нас сейчас разгон начинается от 10-12 так хвт мы по-моему показывали в Турции да да мы его показывали вот это вот удобное кресло за раз 15 тысяч легко ездит то есть кто вот ну офисные работники да при этом можно смотри откинуться не меняя положение не фиксируя ничего просто то есть такой вот кто тут мне нравится в это сесть теперь что там того что у нас дома Маркус и в офисе Маркус здесь тоже самое да то есть не надо у Маркуса мне нужно специально покрутить чтобы расслабить а хотя здесь наверное то же самое спустим короче не могу найти так начинаются они вот кстати покажи прайс от 11 тысяч то есть если мы минусуем подлокотники тоже кстати ребят классно что подлокотники отдельно съемные бывают низкие столы и под которые просто подлокотники мешают заезжать как вот у нас например в офисе сейчас Ленмон Альди стоит угловой и я Маркусом не могу до конца заехать и получается что часто сижу вот так то есть здесь у меня стол подлокотники и дальше меня не пускает стул здесь я могу вообще не использовать например в офисе подлокотники потому что есть стол и при этом денежку сэкономить как в эксплуатации будет пока неизвестно так начала говорить от каких цен у нас сейчас начинаются мягкие стуль вот он самый бюджет от 9000 раньше все таки был ценовой сегмент и 3 и 4 и 5 он же кстати остался и в Турции ну будем надеяться что раз вот эти уже дошли что дойдут до нас стульчики модуль Сювде 80 на 123 размер комода но такой вот знаете функцию небольшого гардероба выполняет маленькая штанга открытая стенка задняя то есть здесь закрытая там открытая и 4 полки ну 3 полки фактически 4 получается такой вот мини модуль ну вполне имеет место быть просто есть у Икеи же дорогой такой темно-синий за много-много рублей вот он кстати ну и здесь уже кому здесь уже ящики ну функционал понятен да что я как бы идею Икеи взяла стали делать более бюджетные варианты и у Сювде появился еще шкаф со стеклянными дверцами стоит он 13 тысяч тоже вполне альтернатива буфета Хемнес потоньше стеночка радует по крайней мере что покупателям у покупателей есть альтернатива исходя из бюджета то есть кому-то например хочет такую штучку но нет возможности потратить там 20-25 тысяч пожалуйста есть побюджетнее побюджетнее материал попроще дизайн но в два раза дешевле каждый выбирается ура водили пак снять никого можем спокойно снять появились новые двери репвок дубовый шпон ДСП морилка дубовый шпон то есть все стандартное здесь выпил ручку можно в принципе не использовать при помощи вот этого выреза как в комодах маль можно открывать вот обратная сторона ну обратная сторона двери точно такая же оттенок кстати хорошо где-то шов прячут но где неизвестно у форсанда появился новый оттенок форсанда кстати недорогая дверь любят у нас люди классический коричневый цвет любят а здесь уже бумажная пленка вы понимаете да что шпон не может стоить 2 копейки форсант этот мы показывали репвок есть еще и дубовый шпон черно-коричневый как эксплуатация себя поведет непонятно но хотя здесь по мальму дубовому шпону вообще ничего не делается и еще одна новая дверка стекло матовое будет также все просвечивать то есть вот если вещь издалека если близко здесь бардак будет видно ну обновили саму форму такая вот стеклянная ребристость очень напоминает советские магазины которые были все же такие в цветной мозаике в кусочках ароматура ароматура такая была антивандальное стекло о как ребят кулер поставили ну радуют же меняются я думаю что это не наши заслуги но тем не менее кулер теперь есть и в Нижнем Новгороде в отделе гардеробов можно попить водички кстати отдельно будет по этой линейке Yonexel обзор ну раз он вот есть решили показать ольгот потихоньку выводят из ассортимента имейте это в виду кто давно хочет купить у кого там чего-то не хватает докупайте сейчас потому что многих элементов уже нет и нам вот на замену предлагают вот такую штучку дрючку корзинки как бюджетные у ольгота просто такая вот конструкция хотите к стене хотите без стен полки только железные прям вот больницы больницей ассоциация с ветклиникой вот этот стеллаж вот такой вот модуль 4 корзины а кстати здесь регулируемая полотеная штанга как я понимаю регулируется она в длину когда мы ее куда-то переставляем вот такой вот модуль стоит почти 6 в принципе мне кажется если ольгот пересчитать примерно те же деньги были просто вот он ольгот он гораздо фундаментальнее гораздо крепче и более функционален что ли так ольгот чтобы не громить хочу корзины сравнить здесь более крупная сетка менее гнущаяся здесь сетка помелче и более эластичная то здесь прям вот такой угол 90 градусов здесь более больше скос за счет этого все таки она наверное больше эластичности у нее как себя покажет пока непонятно честно в Саранске еще заказа не было ни одного по данной системе все пока берут ольгот пока он есть все новое это хорошо забытое старое в том числе и у Икеи обратно вернулись в ассортимент кровати Гулливер я думаю все уже видели мы их стали прям по многу привозить все кто любил Гулливеры к ним обратно возвращаются это удобная детская кровать которая хватает ребенку надолго более бюджетный вариант кровать Снеглар она тоже была всегда в ассортименте до сих пор помню когда мелкая наша мы ее ждали это было пять лет назад уже пять с лишним кровать она стоила в районе двух тысяч а стоит четыре но цены на все выросли тем не менее все равно кровать я считаю доступная так каркас стоит у нас получается вместе с бортиком четыре плюс еще речное дно ну Снеглар нисколько не изменился это массив сосны здесь такие вот фанерные вставочки и речное дно не забываем что речное дно ставить нужно правильно в противном случае когда дитё скачет речное дно просто боком и проваливается вот эта вот новинка меня совсем не радует я об этом честно говорю клиентам потому что когда были другие водоталкивающие матрасинки нежненькие здесь прям вот мечок полиэстерный честно ребят проще горки взять на матрасник чем вот это здесь такая вот типа непромыкаемой ткани ну значит полностью это полиэстер водонепроницаемый слой полиуретан тонкий кто брал расскажите не потеют ли детки я переживаю за счет того что ребенку просто жарко на этом матраснике если допустим брать горки на матрасник у него хотя бы верхний слой хлопковый то есть тело не соприкасается детки часто спят да так вот вот туда-сюда бегают по кроватке просто смещается ребенок по крайней мере не переживаешь на чем останется а здесь получается просто съехала ребенок остается на этой неприятности так новые постельки детские появились сейчас я сначала их найду в пачках а потом Дима нам их покажет значит вот такая вот дорога сейчас мы отдельно ее покажем название упток упток 1200 хлопок хлопок пакистанский и упток хлопок лиоцел очень красивый то есть такой же воздушный шар здесь подушка сейчас пойдем показывать в разверточку значит вот это воздушные шарики ну тяжеловато показать по причине того что все это скучно вот этот рисунок ну лиоцелла укея обалденный что я люблю то люблю обратная сторона более крупная наволочка в мелкий воздушный шарик и вот она дорога просто хлопок тоже интересная дорожка и по ней много машинок едет орнамент волны корабли синие сейчас мы еще волны найдем может еще пока не выложили просто я такой еще на память не вспомню нет пока еще вот кстати она в разложку это постелька вот такая же подушка наволочка с одной стороны мелкий рисунок с другой стороны покрупнее у пододеяльника то же самое вот они крупные шары лиоцелл очень комфортный по тактильным ощущениям на нем приятно спать кстати тоже новинка мы про нее давно вам говорили даже фотографии показывали дельфинчики это маленький а по-моему их в Турции еще показывали да? честно у меня в голове у меня в голове а? белуха белуха есть здесь у меня дежавю в голове что мы показывали здесь что мы показывали там значит в детской постели в детском текстиле в грудничковом новая линейка рёдхаки вот такой вот кроличий орнамент 305 нити на квадратный дюйм это очень плотно 799 рублей стоит постелька сделана в Китае так у рёдхакена еще что-то было ага вот просто натяжная смотрите в такую красивую ягодку 349 рублей и это все ребят грудничковое вот потом такая вот троечка у рюдхакена нет почему-то коробки то есть получается с одной стороны тут плывут тут ловят тут встречают рисунок одинаковый простынка в точечку причем смотри как интересно сделала да сочетание можно в другом постельном белье это просто можно использовать и вот наволочка точно то есть таким же сюжетом так у рюдхакена пледики в таком пледике кстати можно вполне выписываться из роддома когда тепло вязанка и вот вот она милота вся зайка и вот точно такой же рисунок двухстороннее одеяло использовать можно и поползать и поваляться и еще одеяло плед бусик рюдхаки поплотнее этот потоньше тоже двухстороннее тоже тысяча рублей стоит рюдхаки муслиновый лоскут то есть вот они новые рисунки муслиновый лоскут был всегда у икеи мы тоже пользуюсь когда мелкая была мелочью две штучки четыреста рублей уже стало стоить ценник подрос подрос ребят у рюдхаки есть еще полотенчики то есть ну это больше да такая эстетика мамский уход и 30 на 30 249 рублей хлопок моя задача вам ее не в пачке показать а вот так потому что по картинке непонятно здесь значит одна сторона рисунок и другое махровое ну во первых удобно брать собой в поликлинику куда-то в коляску положить то есть это ну более эстетично смотрится все на цветных хвостиков и вот такие вот прям совсем тоненькие ну это соответственно слюнь подтирайки и можно даже как маленький слюнявчик да на ребенка использовать в ячееме сейчас ну во многих продают в магазинах я помню мелко еще в ячееме покупала такие вот нагруднички сюда на одежку что когда слюнки текут не бежало все это мимо дело в общем такой такой набор по 249 рублей по цене не знаю потому что в детские магазины уже мы подросли таких маленьких нет поэтому у кого малыши девчонки оцените как по ценнику я думаю многие на сайте видели появился баннер новое не детское детское и вот это зеркало Melik Head из этой линейки смотрите то есть это зеркало в металлической оправе вот такая вот подставочка да для помада для какой-то там мелочи девичьей ну мальчишки найдут применение тоже много крючков для всякой всячины и главное телефон куда можно положить в общем такая вот интересная новиночка причем вот эта штучка просто неудобно расположена в общем они съемные и поставить можно на любую часть вот этого зеркала детский фарточек в интерфест в прошлом году были белые голубые на точно таких же липучках прям липа такая хорошая 279 рублей кстати кому надо у нас остался прошлогодний коллекция один вешаю фартук на место и покажу вам сейчас интересные штуки значит смотрите вот что у нас появилась распакованного еще нет 299 рублей терка ручная Дим пойдем потому что по-другому нам ее не показать то есть трем так же по принципу вардогена держим за ручку да она такая же двухсторонняя не двухсторонняя все-таки а два направления у нее есть то есть тереть можно и так и так и главная фишка Дим ты тут показал можно ее одеть на икеевский контейнер все помните я думаю страдали что пропали икеевские терки с пластиковым контейнером вот пожалуйста вам выход покупаете терку и покупаете контейнер только контейнер можно уже будет использовать не только для того чтобы натереть а просто использовать контейнер их же можно использовать на криволновой печи в духовом шкафу то есть такое универсальное применение так что новинка классная и ценник адекватный и вот это вот страдалица про нее по-моему не рассказала еще только ленивый но мы не рассказали потому что в последний раз снимали новинки в икея Нижний Новгород ее не было и это у нас удобная функциональная овощерезка сейчас я возьму упакованную честно я с ней еще даже не разбиралась так здесь меняться здесь должна меняться толщина нарезки ага вот здесь давай показывать значит смотрите три уровня толщины нарезки каким образом делается вот здесь регулируем меняем положение поднимаем опускаем если я не ошибаюсь да кстати вот она показана даже на упаковке крутить эту часть от более тонкого к более толстого таким же образом одевается на контейнер как терка и соответственно шинкуете Дим как бывший повар можешь объяснить зачем эта штука нужна? насаживаешь овощ чтобы он тебя в руках аааа господи вот для умных то вот воткнули надо кстати взять себе потестить интересно не очень неудобно потому что много остатков остается вот в этой штучке да? да ну супа как раз минимум 5 км ну да вот они прилично они съедают и это мнение бывшего повара ну короче мы решим потом вреда мой или нет когда я пойду отдельно еще по магазинам у икеи снова появились разъемные формы раньше была форма булар сейчас форма хемабак 600 рублей сравниваю со своей тефалевской в принципе все то же самое такие же клепки которые со временем выпадают да? дима знает как ремонтировать уже кольцо можно использовать не только для пирога ну для выпечки что понравилось борт высокий то есть все равно какие-то жидкие наливные пироги они выливаются а это здесь получается остается не надо использовать дополнительно какой-то поддончик я сейчас не пеку у меня нет на это времени поэтому как она в эксплуатации жду от вас но вот эта штучка мне понравилась в интерфест появилась две новых подставки в прошлом году это было красивое золото в этом году вот такой приглушенный белый матовый легко так все раскручивается мы так подошли она болтается Дима ее одной рукой постянул ну да то есть полторы тысячи мне это больше понравилось черное за тысячу больше пыль собирает да больше кстати пылища в ней прямо Дима зовет их пылесборниками вот такие щипцы уже такая ну новинка с месяц уже мы их уже привозим активно поварам у нас кстати Дима их оценили повара в городе то есть небольшие щипцы удобно работать ну да так у winterfest еще вот такое блюдо есть кстати вполне адекватный ценник стоит он если не ошибаюсь 300 рублей пожалуйста можно использовать как и поднос стоп я перепутала пардонте у нас теперь есть форма для пиццы производства Италия называется хемобак ну вот противень или выпекание выпекать ну почему без дырок да у меня с дырками у нас духовка теперь сдохла нам надо новую духовку новая посуда стримик каменная керамика цветная глазурь ну цвет и форма соответственно вот такой лепесточек 200 рублей тарелка 250 десертная тарелка 200 рублей большая 250 будет то есть набор 4 предметов 500 и набор грубо да на одного человека получается 900 рублей стримик стримик у стримика уже интересней все то же самое серые я имею ввиду вот точно топлю розовая кружка надо поискать может быть есть большая получает большое блюдо ну серый с розовым цвета соседи поэтому очень хорошо сочетается 500 рублей миска 200 кружка 200 большая тарелка 250 и есть еще синяя десертная тарелка стримик кстати красивый оттенок синего 200 рублей еще одна новиночка в интерфесте не все было на выставке новогодней коллекции когда снимали сервировочный миск с крышкой я не знаю честно что в нее ложить печенник насыпать закрыть оставить в свободное место в общем кто пользуется расскажите для чего может быть для декора куда-то я бы туда гирлянду насылал а тут печеньки а тут печеньки но гирлянду надо как-то закрыть чем-то она там будет держаться в любом случае в день проснулся дизайнер но если купим реализуем фотку покажем очень радует что икея за экологию используется переработанный пластик и очень много предлагается ну не покупать да одноразовые бутылочки стаканчики в автомате для кофе вот мы например сегодня ехали вот с такими кружками очень удобно кружки на винте в воде ничего не проливается вмещается 300 миллилитров младший сегодня с нами сейчас в детской игровой то есть ей как раз этот стакан хватило на дорогу без каких-либо проливаний мне понравилось мы первый раз тестили в дороге именно на ребенке так и новинки я их очень давно ждала они уже есть в Европе дорожная кружка прозрачное стекло и силикон долго будет служить здесь есть ситечка то есть вы можете заварить свой какой-то любимый напиток вот этим клапаном открываем закрываем то есть открыли можно пить ну можно вообще заварить а пить потом да либо можно вот через это а как туда завар покидать то есть вот она на резьбушке а Дима с расчетом себе в дорогу да? я бы не взял потому что стекло мало а я бы взяла мне нравится потом из пластика бутылка с инфузором и трубочкой трубочка прячется вот инфузор в него можете накидать листочков кусочки лимона леду да вот то есть смотри он еще и закрывается такая вот бутылка мне кажется красиво смотрится не надо покупать одноразовые все это прячется и вот такая вот просто тяжелая дорожная кружка она тоже частично стеклянная каменная керамика даже давайте разбирать просто кружка то есть ее можно вполне использовать и дома а когда нужно в дорогу дополняете вот таким хвостиком не могу снять одной рукой вот отодвигаем а где наша да ну ну это они тормоз нет через нее пить мне кажется не получится стойте сейчас мы инструкцию найдем а вот то есть можно слить остатки вот дырка точно тормоз Скрутила, вертела, запутать хотела. Вот такие вот интересные дорожные кружки появились. Вообще, у меня такое ощущение, друзья мои, что в Интерфест мы когда снимали, не вся коллекция была выложена. Вот такая вот кружка, объемом 370 мл. Вот с таким офигенным блюдцем. В прошлом году были дубовые листочки, летом была большая белая. Такую я себе возьму, не очень давится. Ну, она как-то широковатая. Ну, такая вот она, пиалка, да, большая? Да. Прям хочется вторую ручку. Супер. Суповая такая кружечка. Ну, получается, что мы в Интерфест новогоднюю коллекцию снимаем по частям. Оставшуюся часть придется вам досматривать здесь. Настольная дорожка стоит 300 рублей. Вот он весь рисунок повторен в всей коллекции. Стандартные размеры 40 на 140. И в пару идет скатерть. Скатерть 145 на 240. 40, цена аж 1200. Не знаю, мне все в памяти. Кстати, у нас осталось, кто ищет, одна темно-синяя Винтер 2018 бархатная за всего лишь 800 рублей вместо 2000. Вот такая вот скатерть. Скатерть односторонне. То есть, ну, стандартный хлопок, да, икеевский. У нас такая какая-то из пасхальной коллекции подобная скатерть здесь. Слушай, вот эта скатерть, я не помню, дюлек красная. Интересная скатерка за адекватный день. Мне кажется, новогодний снова даже будет больше, более интересно смотреться, да? Чем вот это цветное разнопестрое. С водоотталкивающей пропиткой наконец-то в икее появилась одна-единственная скатерть. Она уже висит, да, наверное, с месяцем. Мы все пролетаем мимо нее. И в Интерфест вот такая еще скатерть, тоже за 1200. Ну, вот эта мне больше по цвету нравится. Она поплотнее. Главное, чтобы потом еще отстиралась. О, и наконец-то они у нас тоже вывесили. Бюджетные скатерти по 500 рублей, 145 на 240. Просто белая скатерть, фула-комлик. Обычная белая скатерть. За небольшие деньги. Продолжаем дальше гулять по отделу с текстилем. У серии Винтер 2019 разделилась, да? Винтерфест, немножко Винтер 2019. Вот с таким вот потайным рисунком. Бордово-красные чехлы на подушку. О, большие гурли. Кстати, они давно появились. То есть тот же гурли, только 68 на 68. Подушка прямо с советского детства, да? Так, угадываем цену. Рубль? Рубль! Ну, это чехол и подушка. Тоже, кстати, Винтер 2019. Прямо вот в глазах 50-е годы. Такой диванчик с надутыми подлокотниками, да? И вот такие вот подушечки. Опять вернулись подушки скокс... Скокс... Скоксрон. Прям много-много вышивки. И вот эти тоже как новинки ввели. Ну, Ридарфу давненько уже продается. У меня просто такое... Это ощущение моего детства. У бабушки были вот такие вот подушки, которые она сама вышивала. Это на тросу. Да? Шторки Винтер? Нет, ребят, это не шторки. Мы не угадали. Это ткань. Смотри. Ах, красота какая! И яблоки тебе, и грибы, и олени. Ткань? Метр стоит 349 рублей. Если на шторы 3 метра... Ну, да, 5 метров попало 1500. Нет, не 1500, а 5. Ну, короче, ну... Вместе со всеми, да, 2000 будет на шторы. Да, вполне. Из этого даже скатерть можно смастырить. Потом, да. После штор можно еще и скатерть. Мы пока шли нарыли еще. Новые шторы. Стэн Тюльпан. Плестр. Ну, кстати, частично будет даже блокировать, да? Декоративные палочки в России тоже вернулись. Димка, пляши! Плестром был планируем. Да, Дим по этим палочкам страдал. Вообще, все, что мы хотели из Турции привезти, все появилось у нас. Новый ковер Винтер 2019, 80 на метр 50. Такие лаконичные, интересные хвостики. Ну, милота. Не знаю, честно, куда его постелить. Вообще, сначала подумала, что, что, говорю, скатерть, что ли, сюда повесили, издалека выглядит именно таким образом. Вот такой вот ковер. Ну, кстати, перед кроватью можно его вполне кинуть, да? Потому что на кухню точно не вариант, он изляпывается прямо за первый же день, коридор тоже не вариант, но его можно постирать. На 40 градусах можно его стирать. Запах у него как будто прислотный. Хлопок. Не понравился Диме запах. Мы доползли до шкур. В общем, это у нас синий. Смидим. Да, розовый показывали. У розового такой хороший пушистый ворс. А синий, ребят, кстати, кто заказывает через посредников, имейте вот это в виду. Либо кто заказывает, ну, через посредников, кстати, еще плюс. Можно попросить человека ногами сходить в магазин, найти, какой вам надо. Да, если вы заказываете через икеевскую доставку, шиш вам кто что будет искать. Интересная выделка, Дим. Смотри. Бумага, да? Не понимаешь, что это кожа пересущенная? Ну, в общем, синенькие, вообще маленького размера. И такие лысенькие, их надо прямо вот выковыривать, искать. В Аргентине делают. Овечья шкура окрашенная. 70 на 40. Но они плюс-минус отличаются, имейте это в виду. Розовые тоже 70 на 40, но прям вот видно, да, невооруженным взглядом разницу, насколько. Розовые более волосатые. Да, и ворс. Поэтому эти моменты учитывайте. Восточные коврики новые появились. Ценник у них, конечно, никогда бюджетным не был. Кто хочет восточный коврик, но... Карманный. Стандартный киевский хлопок, не толстый, не тоненький. Уже заказывали, клиенты довольны, сказали, ничего не слиняло. Кто хочет такую вот яркую новую постельку, welcome. Есть что выбрать. В Нижнем Новгороде, кстати, ребят, сейчас будет каждую неделю герой недели. Не знаю, как в других икея, но вот в Нижнем каждую неделю будут какие-то определенные товары, на которые будут дополнительные скидки вне акции отдельно. Новые постельки. С лиоцелом. Одна спалка стоит 2 200, двушка стоит 3 000. Такой морской орнамент. Все так намертво закреплено. В общем, шиш подлезешь. Одинаково с обеих сторон. Проще снять диму с этой стороны. Еще одна новая постелька. Однушка. 2 000, двух спалка, 2 500. Тоже с лиоцельной ниткой. Кстати, простынка нет, с ним сюда хорошо идет в пару. Пойдем еще новую постель, одну покажем ее просили. Винтер Жасмин. Название все веселее-веселее. Хлопок на клепочке. Мне кажется, здесь 104 нитки. Либо 130. Ну да, шишку-то написал. 104 нитки. Тоненькая, но быстро сохнет зато. Так, и вот тоже новая постелька. Винтер. Ребят, махровая. Кто давно хотел махровую постельку, вот она. Одна с палкой 1300, двух с палкой 1800. Кстати, не вполне адекватно. Тебе нужна махровая постелька? Да, она приятная. Да? Тебе купить махровую постельку? Цвет не нравится? Да. Льняная вера Вероника была зеленая. В каком-то из обзоров новинок мы ее уже показывали. Кружево и лен. То есть, за лен такой ценник. Ну, в принципе, это адекватно. Ее хватит до внуков. 3000 одна с палкой и 4000 двух с палкой. Хотя нет. 50 на 50. 50 хлопка, 50 льня. Нам что-то подобное на свадьбу дарили, да? Блэк фрюлы. 250 нитей, 100% хлопок. Но здесь определенным образом она сплетена. И уже ощущение, как будто это сатин хлопковый. Сейчас идем с Димой прикалываемся. Нам подобный комплект только из атласа дарили на свадьбу. Ну, там, мне кажется, красный. Красный, черный был. Да, вот такие большие ядреные цвета. Постоянно скрывается с литами. И улетел. Вот еще новая постелька тоже 104... Нет, не 104. 182 нитки. Финоксель. Мне нравится, когда у пододеяльников вот такая вот окантовочка. Не знаю, но фетиш у меня такой. Суть по всему, она на замочке. Но его где-то спрятали. Интересные, дуванчики синенькие. Димочка, не падает. Новый коврик для ванны. Финт Сен. 99 рублей. Заменил овальный. Кстати, более белый. Понежнее. Востребованный уже. Прям прилично востребован. Много их заказывают. Куда только, честно, не берут. В основном берут салоны красоты. Где бьюти-индустрии. Где клиент ноженками встает. 99 рублей. Прорезиненная основа. Можно стирать. Снимали специально в том месте, потому что здесь света нет. Сокер-бит появился в таком вот нежно-розовом цвете. По закрытой информации ждем еще и мяту. Такую нежненькую. Красиво смотрится. Размеры все те же самые, как у беляшей. Но появился еще вот такой большущий контейнер за 900 рублей. Кстати, знаете, под что берут? Под лего. То есть сюда можно много лего сыпать. Много-много. Сейчас еще покажу белый. Если он есть. Да, ездим. Пойдем. И смотрите, вот такой новый сокер-бит за 1500. С двух сторон открывается. Вот такая большая лоха. Ну, удобно для хранения чего-либо. Вообще, серию эту люблю. Она неубиваемая. От слова совсем. В интерфест продолжает пополняться. Красные длинные свечи. Вот они. За ними в прошлом году гонялись. А они у нас так и не поступали. Видите, да? То есть вот эти обглобенности. Это имеет место быть очки свечей. Ну, это подсвечник. Поэтому... Один раз засунули. Один раз засунули, уже все. Да, уже не вытаскивают. Большие свечи мы показывали вам в предыдущем обзоре, когда интерфест снимали. Яйцо. Вот такие вот свечки. Нет, не ароматические. Упакованы красиво. Можно дарить любителям свечей. 200 рублей и 250 рублей. Дима. Я дарить яйцо. Я дарить яйцо. Говорит, не надо. Дарить яйцо. Дарить яйцо. Дарить яйцо. Его можно использовать не только как фонарь, посадить туда какую-то игрушку, да, либо такую английскую будку сделать телефонную. Турьму тоже можно. Можно турьму. Нюфты красные появились. Были долго черные. Ну, кто делает совсем такой новогодний красный интерфер. Здесь у нас пара таких клиентов, которые прям вот любят-любят. Так, в интерфест каждый год одни и те же появляются цветочки. То есть это из линейки фейка. В общем, напиханный букет сразу. Кто-то сам делает. Кто-то ленивый, как я. Покупать вот таких готовых. Вот эта емкость с крышкой мне нравится. Давно ее хочу показать. Маугрода. Мамины шкатулки, да, напоминают с нитками вот такое. И это у нас ясеневый шпон. Свеча в интерфест с тремя фитилями. Семьсот рублей. Банка стеклянная. Здесь лимон, лаванда. Крышка стальная, из луженой стали. А свечная чаша, стекло. То есть за стеклянную банку броню. Это не дорого. Ньютлик такая новая появилась. Шестьсот рублей. Так, что, Дима? А, вот еще Винтера. 300 рублей. Кто хочет мини-версию? Прям корица. Верю, да? Верю, верю. Вот такая вот баночка. 300 рублей. Мне кажется, если мужа привезти, показывать ему цены, у мужа будет такой пинь-пинь-пинь-пинь-пинь-пинь. Вот такая функция на глазу появится. Дергающийся глаз. Ребят, смотрите, что мы нарыли. Вот это путевая вещь. Родителям на подарок, да? Шестьсот рублей. Температура, будильник, время, ребят, крупно. И я думаю, сто пундовая есть подсветка. Да. Вот. Потом, смотрите, вот такой будильник белый. По ним тоже давно страдали. У нас такой есть розовый. Звенит, кстати, зараза. О, это Али-70, да? Да. Так мы их показывали. Тогда я ее не знаю. Это коробочка. Мюгерги. Желтая медь. Алюминий. Шестьсот рублей. Ой, шестьсот. Тысяча. Прямо правда ретро, да, такое? Ну, вообще, смотрите, родители можно выбрать на подарок такое вот что-то ретро. Вот, кстати, часики за семьсот рублей. Виз шан. Девушки сейчас здесь обновляют выставку. Мы чуть-чуть помешаемся. Тоже классические часы. Не вешают. Смотри, какая рама. Тебе вот этого не понять, да? Почему за уроки текло полторы тысячи просит? Ну-ну. Ламвикинг с новым артикульным номером. Ну, это давнешняя уже рамочка, на самом деле. Вот Ламвикинг в золоте, это новинка. Их не было. Кто любит металлические рамочки, у кого они часто летают? Рамсборг. Рамсборг массив сосны. Эффект состаривания. Красиво очень смотрятся рамы. Ну и ценник такой. Хороший такой ценник. 50 на 70, 1640 на 50, 1200. Ну и, соответственно, чем меньше рамочки, тем дешевле. Немножко новых постеров. Так, эти были. Ой, вот этих открыточек не было. Нет, ровчики были. Влу-влу-влу-влу-влу-влу. С одной стороны белая, с другой серая. 249 рублей. А, смотри, рога. Две тысячи. Если я тебе рога подарю, ты поймешь? Или обидишься? Вот, вот. Какие принесу? Нет, вот эти. Какие еще принесу? Те, те и принесу. Наклейка. Луна. Луна. Кратеры. Наклейки облака. И даже и не видно, да? Так, это все было. Было, 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 было. Доска для записи. Были раньше. Классные, большие доски. Вот такие доски были большие. Ой. Ну, а, и фломастер приклеенный тоже. Хочу попробовать написать, показать, пишет или не пишет. Все, я вандал. Рама с постером. Две лошадки. За полторы тысячи. Так, ну что, мы вроде показали все. Сейчас еще в растение сходим. А, нет, вот новая картина. Под постель, да? Тысяч триста. Над постелью. Над постелью. Пол Дункан. Одуванчики. Вроде, ребят, все. Я смотрю, всматриваюсь, чтобы не пропустить, чтобы показать вам все. Снова в продажу маки вернулись. Они периодически пропадают. Винтерфест кашпо. 250 рублей из такой же серии, как блюда. Ой, смотри, вот этих мы не показывали, что товарищи. Да. 500 рублей. И маленькие шарики. Да. 249 рублей. Ой. И вот, смотри, экспозиция. Тут интересная, да? Да, я вот с маленькими шариками себе домой. К себе? К себе забирай. Так, ну что? Вроде бы все. Винтерфест орхидея белая. Здесь и туя, и эти сукруленты. Я тебя слепила из того, что было. Что осталось? Что осталось? 1000 рублей стоит. Я лучше за эти деньги две орхидеи маленькие куплю. Или одну большую красивую орхидею. Так, ну, вроде бы все рассказали. Все показали. Если что-то упустили, сори. Мы, как обычно, с дороги. Друзья, пишите комментарии, что хотите увидеть. Про какие товары рассказать подробнее. В общем, как обычно, жду от вас обратной связи. Все наши соцсети внизу под видео. Хотите посмотреть нашу жизнь со стороны, заходите в Инстаграм. У нас есть рабочий Инстаграм по Икеа, личный Инстаграм мой. В общем, все соцсети там. Заходите, давайте дружиться, общаться. Всех люблю. До новых встреч. Ребят, мы хотели снять отдельно, но, скорее всего, обзор получается маленьким. Поэтому это бонус именно к разделу новинки. Вермер. Каждый проводит праздники по-своему. В коллекции Вермер вошли товары, которые создают, подают любого торжества. И создают особую атмосферу уюта. Ну, так, по крайней мере, написано. И такие же ощущения от самой коллекции веет. Значит, вот она вся здесь. Это и предметы посуды, и букетики, подносы, зеркала. Интересные подсвечники. В общем, много-много всего. Давайте сейчас все начну рассказывать, показывать. Так, опускаемся на колени. Ковер безворсовый. Шерсть 10 тысяч. Вот такой вот темно-синий с красным. Ну, выглядит, да, такой вот ретро. Понятно, что крестьяне вряд ли такое использовали. Но вот такое вот ощущение. Кажется, как будто где-то там за порогом лук. Так, ковер шерстяной показали. 10 тысяч. Кувшин, тысячу рублей. Каменная керамика, глазурь. Не буду подробно, так пока. Потом. Вот такой подсвечник алюминиевый. Подсвечник нас, Дима, вдохновил. Интересно, да? Как будто намотка. Необычно. Необычно смотрится. 800 рублей стоит. Пожалуйста, сюда вставляется свечка. Набор вот таких двух стаканчиков. Из таких двух стаканчиков 500 рублей. Миски, значит, у нас 549 рублей средняя. Большая 850. А малышка, по-моему, 500 стоит. Нет, 350. Ну, кстати, для сервировки стало интересно. Мисочки. Вот она большая. Лохань такая, да? Маска. Так, давайте тогда покажем того, что нет там, а там те вещи отдельно. Чехол на подушку Вернер. 800 рублей. Прям вот она. Мешок. Мешковина, да. Мешковина с рисунком. А поэтому ощущение какое-то вот средневековостью. Мне очень понравилась скамейка. Честно, я не знаю даже цену. Ну, так, не глядя, тысяч пять. Дим, ты как думаешь, сколько стоит? Про черную. Про черную. Я цену еще не смотрю. Я, может, четырех задал. Семь. Да, семь. Не знаю, мне нравится. Интересная лавка. Потом мне вот еще вот такие вот штуки понравились. Они прицеплены. Три юлы. 900 рублей. Ну, а покрутить все равно не получится. Проверить крутящий момент. Так, подсвечники, по-моему, там тоже есть. Да, пойдем тогда туда переместимся. К той части. Это другой. Это не вымер. Так, и вот подсвечников на стенах в той части коллекции нет. Мы сейчас их покажем отдельно. Подсвечник настенный. 1300. Тут как, ну, такое приглушенное зеркало. Это металл полированный или стекло? Зоя, зенитов, металл. Опа. Металл. Свечка стоит светодиодная из другой коллекции. Не, подальше к стене. Ага, вот здесь прям зазор есть. Интересно, необычно смотрится. Так, пойдем туда переместимся, чтобы ничего не помять здесь. А? Полежница дровница. А дровница там есть. Мы сейчас ее покажем. И лавочка еще есть. Скамья из ясеня. Ясеневый шпон. 9000. Я просто боюсь, как слон в посудной лавке, что-нибудь поломать. Ясеневая скамейка. 9000. Очень надеюсь, что она будет где-нибудь в распродаже. Так, тысячи за три. Подожди. Я. Обратите, пожалуйста, внимание, что оплата покупок финансовой карты икея не только при наличии документа, удостоверяющих личность. Так, значит, в Эмер есть еще чехлы вот с таким синим рисунком. Все то же самое. Джут. Это стопроцентный дюйм. Заджутовый чехол это недорого. Он такой колючий. Корзина. 4000. Там она с цветочками. Ну, мне кажется, как дровницу декоративную можно использовать, да? Да. Красиво смотрится. Смотрите, у нее есть еще ножки. То есть там она... Наложить и не трогать. Да. 4000. Тоже ясеневый шпон. Дим, как ты любишь, вот так все красиво изогнуто. Джутовая веревка. Пледики сложены. Ну, вы знаешь, ощущение какой-то этно-гостиницы, да? Вот такого вот. Еще мне, смотрите, вот это что... А, кстати, о, мы сейчас Юлу покрутим. Покрутили. Лузер. Лузер. Получше крутится. Да, я держу тут пока. А у Димы центр тяжести смещен. Вот. Ага, я есть лузер, а у Димы центр тяжести смещен. Ясно. Еще, смотрите, вот это мне очень понравилось. Я думаю, оформители, дизайнеры возьмут на заметку. Металлический подсвечник. Алюминиевое эпоксидное порошковое покрытие. Как пазл собирается. Можно собрать его в такой круг. Можно отдельными сегментами. Можно в змейку. Мне кажется, очень интересно. И клиенты, которые заказывают оформление там свадьи. Да, но если стилистика позволяет. Ну, причем бы нет, она универсальная, цвет черный. Не понравился черный, покрасил белый. Кстати, да, металл можно перекрашивать. И вот они, миски, ковшики. Значит, стаканчики, набор мы вам уже показывали. Сделано во Вьетнаме. Две штучки по 130 миллилитров. Ковшик тоже мы с вами смотрим. А, ковша два, ребят. Маленькие тысячу, побольше стоит 1300. Тоже Вьетнам. Это мы блюдо смотрели уже. Среднее блюдо, которое 549 рублей стоит, тоже Вьетнам. Вот такой вот поднос. Цены не вижу. И там не посмотрели. Вот такой ясеневый, да, поднос. На ножках. Ну, такой-то основательный поднос. Серьезно, конструкция серьезная. И форма, смотри, какая интересная. Это ковшка, кстати, очень оригинальная. Да? Да. Для подачи. В общем, вот такая вот интересная коллекция. Ценник, понятно, что совсем... Да. Потолочный канделябр, 6 свечей. Должен быть где-то потолочный канделябр. А, он на выставке. Он на выставке? Пойдем покажем потолочный канделябр. Просто, когда была ограниченная коллекция Белла Укерлун, Дима ухватил шляпу. Да, она у нас есть. Да. Вот такой вот потолочный канделябр. Кстати, канделябр интересный, да? Ну, интенсивный свет. Донды, это интерьерная. Дима, это все-таки вот кто... Сномоке. Да, кто этно занимается, вот такую стилистику делает. Прямо настоящая. Красивая. Ребят, мне коллекция понравилась. Я сейчас не рассматриваю с точки зрения цены. Цены я вообще просто смотрю с точки зрения вот эстетики. Ощущение веет вот чем-то вот таким вот теплым. Вот. Наше такое мнение. Я думаю, это все-таки бонус. Да? Потому что маленькое. Отдельным обзором нам это не выделить. Да.